И еще об одном законопроекте депутатов Госдумы. Образовательные учреждения России предлагают штрафовать, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учащихся их сотрудников. В том числе учебные заведения должны вести профилактическую работу и создавать специальные службы по рассмотрению инцидентов издевательств. Подробности в нашем сюжете. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму депутаты четырех фракций. В нем также будет закреплено и само понятие травля. По мнению инициаторов, проблема буллинга в Российской Федерации очень актуальна. Однако сегодня эта тема никак не регулируется законодательно. А подвергались ли травле в школьные годы жители столицы Верхневожья, мы спросили у них самих. Да, было такое. А как именно эта травля проявлялась? Ну, сначала маленькие обзывательства в группах, а потом подключался весь класс. Вот. Но обычно это как-то быстро регулировалось. Сейчас же на это пытаются просто не обращать внимания. Очень субъективная вещь просто. Ну, и может показаться, что в принципе нет. Так. Ну, потрунивали больше. А не издевались вот так прям жестко как-то? В моей школе нет. Я в школе училась в 90-е годы. У нас в группе, в классе была группировка девочек, которые вели себя как мальчики. Ну, вот такие девочки-девочки. Нас было трое человек. Ну, вот. Подвергались, конечно, травле. У меня на самом деле был очень такой порядочный класс, в котором было престижно. Хорошо учиться. И мы все вместе были с детского сада, поэтому какого-то буллинга у нас особо не было. По вопросу можно заметить, что буллинг как рулетка. Повезет, не повезет. Но в любом случае, защита детей, в особенности их морального состояния, очень важна в наше время. Будем надеяться, что данный законопроект исключит множество негативных случаев в образовательных учреждениях страны.